Девушки отдыхают Давайте поговорим о переводе Текст, оригинальный переведенный текст, это не совсем одно и то же Когда был сделан перевод 70 септуагинта, то это было неоднозначное мнение И реакция была неоднозначной Люди, которые были в Россиянии, в Египте, радовались, что вот теперь Тора, она переведена на греческий А в Израиле это был траурный день, что теперь что-то пошло не так Но сам я не говорю, что это плохо или хорошо, но просто надо всегда иметь и помнить, что что-то здесь все равно неоднозначно Что-то теряется В нашей общине иногда я перевожу проповеди с еврита на русский И я стараюсь дать людям понять, чтобы они думали вот эти привычные места списания Например, слово «мелех» я перевожу как «король» И меня приходят, поправляют, говорят, что «Ешо» он не король, он царь Я отвечаю, что я исследовал, и я знаю, допустим, чем отличается в русском языке слово «король» от русского слова «царь» И рассказываю эту историю Ну вот, не знаю, в современных монархиях царей нет В современных монархиях, допустим, есть король Испании На Ближнем Востоке есть король Иордании Это в русском языке, это короли И я говорю, что перевод, возможно, несколько вариантов И если люди пренебрегают каким-то там вторым или альтернативным вариантом переводом Которые тоже правильно, не теряют какую-то часть истины И поэтому я предлагаю какие-то альтернативные переводы Для того, чтобы люди думали, что он является не только, ну не знаю Напишут тут, что «Ешо» является президентом всех президентов Но это понимание, оно уместно Хотя президент – это наемник, которого нанимают, скажем, на 4 года в стране поправить Перевод на русский язык очень сильно меняет и искажает само произведение Кажется, что вот на границе русского языка вот есть какая-то стена, которая очень сильно все изменяет Ну, например, вы, если мы с вами читали одну и ту же детскую литературу Знаете, что Пиноккио превратился в Буратино Большая метаморфоза Вы знаете, что «Белоснежка и семь гномов» на русской границе превратилась в сказку о царевне и семи богатырей И вы знаете, что крыса может превратиться в синицу в доме, который построил Джек Вот эти метаморфозы, они есть и они присутствуют И, например, Толкин, зная вот эти превращения, он написал целую статью о том, как надо переводить его книгу «Властелин колец» на другие языки Чтобы в другом языке и имена, частные имена людей и названия всех народов, они имели какое-то смысловое значение И давайте посмотрим сейчас, скажем так, одно место Прочитаем Матфея, Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих «Одни же Иоанна, омывающего и до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его» Обычно этот стих вы слышите, пожалуй, это единственный стих, который применяется, и люди его произносят Тогда хотят показать, что надо применить какие-то усилия для того, чтобы сделать и выполнить какой-то проект для Небесного Царства Кроме того, что это единственный стих Я часто слышал этот стих и в проповедях, и между собой верующими Но я не помню, чтобы он часто... я не сейчас не припомню такой книги, где он упоминается Вот в книгах он не упоминается И я задумался, почему, и стал раскапывать, почему, потому что этот стих, оказывается, он очень сложный И его понимание, оно совсем другое, чем кажется на первый взгляд Во-первых, ну давайте посмотрим другой перевод Да, если вы заметили, когда я вам рассказываю что-то из Писания, я пользуюсь синодальным переводом, который вы тоже, скорее всего, знаете и читаете И когда я читаю сам, или когда я кого-то перевожу, я пользуюсь современным переводом, и где здесь сразу есть и иврит И иногда это интересно Давайте прочитаем Матфея 11-12, вот в этом переводе Со дней Иоанна Поныне царство небес... против царства небес ведется борьба, и его разоряют насильники Так, вот здесь говорится, вроде, у нас такое впечатление, что есть верующие, которые должны применить усилия, чтобы получить небесное царство А вот здесь говорится, что насильники, что делают? Разоряют это небесное царство И давайте посмотрим на контекст Контекст это смерть, смерть Иоанна Предтечи В этом контексте Дальше, давайте посмотрим, да что там, вот этот, тот же самый русский синодальный перевод Одни Иоанна, омывающего, да ныне царство небесное силою берется И употребляющее усилие Употребляющее усилие, силою берется Употребляющее усилие, одним словом в русском языке Это насильник Да, так оно и есть Теперь, здесь понимание такое Вот оно царство Вот Иоанн был убит И это как штурм небесного царства Как будто небесное царство стоит И есть насильники, которые его взламывают Употребляющее усилие восхищают Ну-ка, однокоренное слово-слово восхищение Кража, воровство, похищение Вот такой образ действий, такой образ поведения Является ли для нас примером для подражания? И я залез, конечно, в толкование То есть, есть альтернативный перевод Который может быть таким С того времени, как Иоанн обывающий Начал проповедовать И до сегодняшнего дня Претерпела царство небесное Немало яростных нападений И многие пытаются силой захватить его И я залез в толкование И Баркли говорит, что это один из самых сложных стихов Для толкования И вот по этой причине Этот стих редко упоминается в христианской литературе И он говорит, что Вместе с параллельным местом из Евангелия от Луки И с контекстом Скорее всего, этот стих может звучать так Мое царство всегда будет страдать от насилия Всегда будут дикие люди пытаться погубить его И потому Только человек действительно серьезный В котором насилие преданности равна с насилием гонения Увидит царство Божие То есть Мы должны ревновать по Божьему царству Не меньше, чем другие хотят его уничтожить Вот это контекст Полный смысл этого стиха Который мне симпатичен И вот эти вот оба перевода Они здесь Сходятся в этой точке Опять же, я не говорю, что этот перевод неправильный Он правильный Но Основной смысл он шире И В иудаизме есть такое Утверждение Что если человек приложил усилия И нашел Тогда этому стоит верить А если человек не приложил усилия И нашел То этому не стоит верить Что если человек где-то услышал В одно ухо вошло Изо рта вышло То это Этому не стоит доверять Но если человек копал Углубился Исследовал Проверил Дошел до практики То Вот таким словам Да Стоит верить Вот Такая история на сегодня Будьте благословены Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому